с которой вещество затекает в ударную волну напомню что ударная волна это границы раздела значит тут у нас p1 1 1 1 2 2 2 2 в 2 значит скорость направлена поперек границы раздела и перетекает из среды 1 среду 2 если мы значит вот эта картина нарисована в системе отсчета связанной с границей раздела мы сидим на ударной волне если же эта ударная волна распространяется по какому-то невозмущенному газу который имеет нулевую скорость то в этой системе отсчета находящийся по сути дела среде 1 то если мы связаны со средой 1 то на нас набегает ударная волна со скоростью v1 то есть вот v1 можно называть также и скоростью ударной волны с одной системе отчета связанной с ударной волной по скорость затекания туда вещества системе отсчета связаны с начальным состоянием газа это скорость ударной волны до вот здесь вот ударная волна бежит да если мы находимся вот наблюдатель если мы находимся вот в этой среде которая стоит на месте на нас набегает ударная волна то у нее скорость направлена вот туда вот но вот это у нас среда 2 а вот эта среда 1 то есть это у меня зеркальное отражено так ну ладно итак найдем величину в один в квадрате значит в один в квадрате это про один в квадрате в один в квадрате уделить на ро один в квадрате значит вот эта величина у нас была про один в один была обозначена буквой же это поток плотность потока вещества а единица на ру один была обозначена буквой в большое 1 то есть удельный объем то есть в обозначениях прошлой лекции это все равняется просто же квадрата в один квадрат при этом для же квадрат тоже у нас было выражение полученное из законов сохранения импульса выглядело она следующим образом это было p1 минус p2 поделить на в 2 минус в 1 где вот это это не скорости это удельные объемы так еще одно выражение которое у нас было записано это значит в 2 кв 1 равнялась здесь было гамма плюс 1 в 2 плюс камма минус 1 в 1 а в числителе был наоборот грамма минус 12 плюс грамма плюс 1 1 вот это мы с прошлой лекции берем находим то есть вот из этого второго выражения мы должны найти в 2 минус в 1 подставить в ж квадрат потом подставить сюда буду дальше подставлять по такой цепочки значит чтобы найти в 2 минус в 1 я сделаю такую комбинацию сперва найду в 2 минус в 1 выделить на в 1 это все равно что вот эту дробь минус единица у нее будет знаменатель будет тот же самый а в числителе будет разность числителя минус числитель минус знаменатель значит здесь будет гамма сократиться будет 2p1 минус 2p2 теперь берем отсюда в 2 минус в 1 который будет равняться в 1 умножить на эту дробь подставляем сюда получаем g квадрат равняется значит p1 минус p2 поделить на числитель так так поделить на в 1 и умножить на знаменатель гамма плюс 1p1 гамма минус 1p2 p1 минус p2 благополучно сокращается и осталось нам подставить сюда этот же квадрат получим v1 в квадрате равняется 1 2 v1 в первой степени потому что 1 v1 сократится умножить вот на это вот выражение гамма плюс 1p1 плюс гамма минус 1p2 а перепутал да спасибо сюда v2 и p1 надо применять местами спасибо вовремя заметили так да правильно теперь мне хочется доказать что движение этой ударной волны сверхзвуковое то есть я мне нужно собственно не выражение для скорости а отношение скорости v1 скорости звука то есть v1 поделить на cs в квадрате значит да 1 так с той скорости звука которая в среде 1 значит cs1 в квадрате это гамма p1 поделить на ру 1 равняется гамма p1 v1 так значит делим это выражение на вот это v1 сокращается получается единица на 2 гамма p1 вот и на эту скобку скобка значит из этой скобки мне хочется выделить 2 гамма p1 скобка значит из этой скобки мне хочется для того чтобы потом при делении получилось единица значит 2 гамма p1 плюс какой-то остаток да этот остаток будет содержать конечно полностью вот это гамма плюс 1 p2 и значит гамма минус 1 p1 здесь было уже значит 2 гамма я отсюда вычту чтобы вот оно здесь осталось значит здесь будет минус гамма плюс 1 p1 значит теперь делю получаю единица плюс гамма плюс 1 выделить на 2 гамма p1 и умножить на p2 минус p1 значит это v1 на цс в квадрате значит это квадрат числа маха цс1 этой самой ударной волны я таким образом я таким образом вычислил теперь почему я утверждаю что это сверхзвуковая волна значит число маха всегда больше единицы вот эту единицу увидите и здесь какая-то добавка значит эта добавка всегда положительная потому что на прошлой лекции я доказал что ударная волна это всегда ударная волна сжатия значит p2 больше p1 значит это следует из термодинамики только в этом случае на фронте ударной волны происходит возрастание энтропии значит во всех остальных случаях энтропии ну то есть если обратное соотношение то энтропия снижается следовательно не может такого быть такое состояние нереализуемо итак значит мы доказали что правая часть этого выражения больше единицы следовательно ударная волна всегда сверхзвуковая ну ладно значит отчасти про ударную волну в каких конкретно случаях она реализуется физических вот иллюстрирует эта картинка значит здесь можно нарисовать значит для убедительности грибообразное облако которое создало этот самый взрыв создало ударную волну вот ну и тогда значит вот ну это один из одна из ситуаций в которых вы слышите это словосочетание ударные волны да наиболее типичная значит второе типичное явление сопровождаемые ударными волнами это значит пролет сверхзвуковых самолетов давайте коротко и на пальцах рассмотрим этот случай значит коротко и на пальцах потому что случай этот не одномерный до сих пор мы вот строго все описывали про одномерную ударную волну которая значит ну вот в малом да всякую волну можно считать плоской как мы говорили и тогда значит все вот происходит так как оно происходит но если ударная волна в целом коническая какая-то или сферическая то тогда все происходит несколько по-другому в целом ну вот этот случай со сверхзвуковым самолетом давайте попробуем осмыслить что мы слышим что там происходит значит словно говоря рисую я этот самолет который летит с какой-то скоростью v больше чем цс туда направо значит с точки зрения самолета значит воздух сквозь нос этого самолета протечь не может значит перед самолетом давайте я покрупнее буду рисовать есть какая-то зона в которой скорость у значит вот здесь у приблизительно v скорость газа примерно равна v движется вместе с самолетом вот перед носом этого самолета да ну и он постепенно отсюда вытекает в сторону довольно естественно потому что там самое большое давление каким-то образом он от самолет обтекает а вот здесь скорость значит в неподвижной системе равна нулю но с точки зрения самолета значит набегает поток со скоростью v сверхзвуковой сверхзвуковой ну я и в той и в другой да вот сперва я написал что самолет летит со скоростью v направо да это я был в неподвижной системе значит вот эту картину я рисую в системе самолета да с точки зрения самолета значит он стоит неподвижно а на него набегает поток воздуха со скоростью v да значит дальше я сразу нарисую какую-то вот такую вот картину и асимтоту ударная волна имеет примерно коническую форму такую сгибающуюся 8 такую что угол раскрыла раз угол это этот конический угол значит определяется скоростью звука то есть вот здесь давайте напишем цс значит что происходит значит вот здесь ударная волна относительно сильная вот определяется числом маха v поделить на цс да вот которые мы там находили значит отсюда газ вытекает размер этой самой зоны увеличивается значит скачок давления по мере удалить удаление от самолета становится все меньше и меньше значит скорость распространения этой ударной волны вот это вот скачок давления p2 минус p1 значит по мере удаления от самолета скорость распространения ударной волны становится все меньше и меньше Потому что падает скачок давления. И в конце концов скачок давления стремится к нулю, а скорость этой ударной волны стремится к скорости звука. То есть она становится слабой ударной волной, описываемой уравнением Бюргерса. Теперь смотрим на эту геометрию в неподвижной системе отчета. В системе отчета с самолетом вот это все стоит, вся картинка стоит на месте. Значит, в неподвижной системе отчета все это движется. И там именно и написано вот это ЦС. В неподвижной системе отчета вот эта волна бежит со скоростью ЦС по невозмущенному газу, а вот эта точка движется со скоростью В, со скоростью самолета. Ну, значит, можно нарисовать треугольник, который должен соединяться, значит, под тем же углом, который вот здесь. Если это угол альфа, то вот это ЦС, вот это В. Ну и можно увидеть, что ЦС равняется В синус альфа. Ну, или, значит, синус альфа равен ЦС поделить на В. Ну и, как положено, он меньше единицы. Если ЦС стремится к В, это означает, что маленькое число маха, и самолет движется почти со скоростью звука. Тогда картина становится вот такой вот самолет, нос самолета. А ударная волна выглядит вот так, значит, почти плоская. И движется она в ту же сторону, что и самолет. Значит, в этой картине можно заметить, что, значит, амплитуда этой ударной волны убывает от самолета гораздо медленнее, чем в этой картине. Поэтому затраты самолета на образование ударной волны, когда он движется почти со скоростью звука, гораздо больше. Поэтому говорится о преодолении звукового барьера. То есть двигаться самолету чуть-чуть быстрее скорости звука очень сложно. Но потом, если он смог перейти, значит, через этот барьер, дальше, значит, волновое сопротивление уменьшается. Это первое, что можно заметить. Второе, что можно заметить, что лучше не летать с тупым носом. Да? Вот, со сверхзвуковой скоростью. Ну, потому что чем тупее нос, тем больше вот эта вот зона, тем больше затраты на нагрев вещества. Плоская. Да? Напротив. Все сверхзвуковые самолеты, ну, почти все, имеют на конце длинный штырь, значит, от которого, собственно, эта ударная волна-то и отходит. Вот. Еще одно замечание. Значит, часто задаваемый вопрос, слышат ли, скажем, летчики этого сверхзвукового самолета звук от двигателей. Да? Если он летит со скоростью, больше скорости звука, или этот звук относит назад. Значит, те, кто был на семинарах, уже, значит, знают, что вот самолет летит в среде, которая относительно этого самолета движется медленнее скорости звука в этой новой среде. То есть вся вот эта вот зона, где находится самолет, обтекание этого самолета происходит дозвуковым потоком, по сути своей. Если, конечно, его крылья не высовываются за этот конус. Да? Это тоже можно организовать. Вот если крылья большие какие-то, то там тогда все сложнее устроено. Вот. Но, значит, вот если двигатели там внутри, то, очевидно, самолет слышит, потому что тут самолет летит медленнее в местной скорости звука. Он нагрел этот газ до такого состояния, что, значит, изжал его, что в результате скорость звука достаточная, чтобы все тут слышать и все было хорошо. Вот. Значит, ну и человек, последнее, это что человек, который стоит на земле, слышит хлопок в тот момент, когда до него добегает вот эта вот коническая ударная волна, слабая ударная волна, надо сказать, и, соответственно, смотрит на небо, звук он слышит вот отсюда, пришедший смотрит туда, там ничего нет, а самолет уже впереди. понятно, да? Вот. Ну и, собственно, по положению того места, где вы ожидаете увидеть самолет и того, где он на самом деле находится, вы можете найти, значит, приближенно скорость движения. Вот. Ну и еще, конечно, последнее, то, что чем ближе вы к самолету, тем сильнее это ударная волна очередным образом, если самолет сверхзвуковой летит низко, то можно и, так сказать, окна повыбивать. Одна вопрос. Да? Еще раз, почему если самолет летит со скоростью, ну, примерно со скоростью дуга, то, может, и сложнее какие-то сложнее самолету? Значит, это не абсолютное утверждение. Вот. Значит, там сложным образом зависит сопротивление, волновое сопротивление от, значит, от скорости движения самолета. То есть, оно сначала вот большое, потом уменьшается, потом снова возрастает. Значит, ну, 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 оно, вот, так сказать, по следующей причине. воздух, который вот здесь сжимается, да, как я говорил, должен растекаться в стороны. Правильно? Ладно, давайте я потом отвечу на этот вопрос, сейчас я не буду, потому что сложно. Это, как я говорил, я тут могу только размахивать руками, а на самом деле решить ничего не могу, потому что форму соответствующих мы не писали. Так, ладно, значит, на этом мы закончим с ударными волнами и перейдем к следующему разделу, который отчасти с этим связан и называется стационарные волны. Значит, вот ударная волна одномерная является примером такой стационарной волны, то есть волна, которая распространяется с какой-то постоянной скоростью и при этом не меняет своей формы. Да, вот стационарная это значит, что с течением времени она свою форму не меняет. вот эта ударная волна бежит направо и просто как бы транслируется к другим координатам, оставаясь в новом месте такой же самой формы в виде скачка. Таким же свойством обладали слабые ударные волны от решения уравнения Бюргерса. Значит, математически это можно записать следующим образом. Что вот стационарная волна значит, это решение вида F от х-ут. То есть решение зависящее от координаты и времени зависит от них не по отдельности, а от комбинации. Где U это вот скорость волны. А F от кси это форма волны. Но кси это х-ут. вот значит среды нелинейности бывают разные. Есть несколько классов так сказать вот разных сред, часть из которых мы уже прошли, часть которых мы еще пройдем, которые допускают такого рода решения. Ну вот первое из них это конечно же уравнение Бюргерса которое было у нас записано в таком виде. Давайте чтобы не путать с этим U напишем здесь V dvpdt плюс V dvpdx равняется ν d2v pdx квадрат. Значит уравнение Бюргерса получим вот это самое стационарное решение которое у нас называлось слабая ударная волна исходя из того что это стационарная волна. То есть решение вот такого вида V равное V от x минус u t подставим и попробуем получить уравнение на V от x dvpdt будет просто dvpdt частное будет сводиться к умножению на минус u правильно то есть это будет V x x x x умножить на u dvpdt плюс v на v x x x x x x x это значит производная этой функции равняется nu ну а тут вторая производная да в отличие от этого уравнения в частных производных это уравнение является обыкновенным дифференциальным уравнением значит и видно что его можно проинтегрировать по кси но просто просто и легко интегрируется значит да спасибо здесь минус минус u на v плюс одна вторая v в квадрате это я интегрирую по кси снимаю одну производную равняется nu v штрих кси плюс константа давайте найдем эту константу для такого для такой волны такого рода значит здесь у нее пусть скорость v1 значит это это кси это v а при больших кси скорость v2 а между ними какая-то функция которая которую мы потом должны будем найти это просто условия граничные для вот этого уравнения и воспользуемся этими условиями для того чтобы найти вот это вот так сказать две произвольные константы которые есть в этом уравнении значит вот это произвольная константа и вот это потому что здесь мы пока вот это вот у скорость распространения волны мы не знаем значит ну и так подставим значит большое кси значит при кси стремящемся к минус бесконечности v' кси стремится к нулю там все это на константу выходит здесь значит получаем минус у на v1 плюс 1 вторая v1 в квадрате равняется c1 с другой стороны это должно равняться тому что происходит при кси равное бесконечности значит минус u v2 плюс 1 вторая v2 в квадрате у в квадрате в квадрате с в квадрате с в квадрате Значит, V2 минус V1 в знаменателе. Когда я перенесу это туда в числителе, будет 1 вторая V2 в квадрате минус V1 в квадрате. Здесь очевидным образом V2 минус V1 сокращается. Получается 1 вторая V2 плюс V1. То есть скорость распространения волны равна полусумме вот этих вот уровней. После чего мы можем взять U, подставить в какую-то одну из этих величин для того, чтобы найти C1. C1 будет равняться, допустим, вот сюда направо я подставляю, здесь будет минус 1 вторая V2 квадрат. Минус 1 вторая V1 V2 и 1 вторая V2 квадрат сократится. Значит, это будет минус 1 вторая V1 V2. Нашли обе константы через граничные условия. Значит, теперь перенесем C1 налево. Получим Vx' равняется 1 вторая V2 квадрат минус 1 вторая V1 плюс V2. И плюс 1 вторая V1 V2. То есть это все будет 1 вторая V минус V1 на V минус V2. Так, значит, это уравнение первого порядка, которое можем проинтегрировать. Следующим образом. Значит, пишем V на V минус V1 V минус V2 равняется 1 на 2 Ню. Интеграл dx, значит, разделением переменных действуем. Здесь можем написать 1 на 2 Ню, x минус x0. Ну, x0 — это постоянное интегрирование. Значит, надо проинтегрировать левую часть по V. Для того, чтобы ее проинтегрировать, надо разбить это выражение на сумму А поделить на V минус V1 плюс V на V минус V2. Это все должно равняться 1 на V минус V1 V минус V2. Значит, если привести к общему знаменателю, посмотреть, чтобы в числителе получилась 1, А и V должны удовлетворять таким соотношениям. Значит, A должно равняться минус V, потому что иначе в числителе останется V. Кроме того, значит, минус V2A минус V1 V должно равняться 1. Иначе в числителе получилась 1. Так, подставляем сюда A, равное минус V. Тогда это у нас будет V2 минус V1 на V равно 1. Значит, получается, что A равняется 1 на V1 минус V2, A равняется 1 на V2 минус V2. А B равно минус A. Значит, для краткости вот эту разность будем обзывать дельта V. Дельта V – это вот эта вот величина, высота этой ударной волны. Ну, тогда левая часть этого интеграла сводится к двум логарифмам. Значит, логарифм 1 на V минус V1 умножить на 1 на дельта V. Минус 1 на V минус V2 равняется 1 на 2 ν в 7 минус кси 0. Значит, ой, это только вот это вот я не прав совершенно. Вот, значит, логарифм V минус V1 поделить на V минус V2 равняется дельта V на 2 ν в 7 минус кси 0. Сюда находим решение. V равняется V1 минус кси 0. Ну, вот, собственно, и решение. Значит, оно было немножко в другой форме записано через тангенс гиперболический, но, в общем, это эквивалентная запись. Значит, это вот слабая ударная волна. В виде стационарное решение уравнения Бюркерса. Значит, продолжаем ту же самую тему стационарных волн, но берем другое уравнение, с которым мы встречались, а именно нелинейное уравнение Шредингера. Значит, это у нас была гидродинамическая нелинейность с диссипацией, а уравнение Шредингера, нелинейное уравнение Шредингера у нас встречалось для распространения электромагнитной волны, значит, в среде с диэлектрической проницаемостью, которая зависит от Е квадрата. Совершенно другая ситуация, но тоже встречаются там волны стационарной формы, распространяющиеся с постоянной скоростью. Значит, напомню, как у нас было записано уравнение Шредингера, нелинейное. Выглядело оно так. Ида по дт плюс И на В групповое ДА по ДХ. Но это не каноническая форма, а та, которую мы получали. Значит, каноническую форму уравнения, нелинейное уравнение Шредингера можете посмотреть в других местах, но там просто коэффициенты переобозначены. Одна вторая ВГ' Д2А по ДХ в квадрате значит, минус альфа на А по модулю в квадрате на А равняется нулю. Значит, описывает это уравнение распространение волновых пакетов в нелинейной среде. Значит, и физически вот оптическое как бы приложение этого уравнения мы с вами рассматривали в первой части этого курса. но есть и еще одно значит, приложение, а именно это уравнение описывает, например, огибающую волнового пакета волн на поверхности воды в том случае, если глубина значит, жидкости в том месте, где мы эти волны рассматриваем, большая, много больше, длина волны, но конечная. Вот тогда значит, Захаровым показано, что значит, приближенно такие волновые пакеты тоже могут описываться нелинейным уравнением Шреддингера. На этом перерыв. Будет групповая скорость, поэтому сразу можно так и написать, что А. Ну, то есть скажем так, что мы уже решали отчасти это уравнение в некоторых обстоятельствах, поэтому мы примерно знаем, как выглядит решение. Напишем, что это некоторая амплитуда от x-v групповой t. Можно было бы написать произвольную скорость, потом найти этот коэффициент, но он все равно будет равен v-групповому. И здесь нужно поставить экспоненциальный фазовый множитель e в степени минус i ν t для того, чтобы скомпенсировать значит вот это сдвиг частоты из-за изменения параметрического из-за параметрической нелинейности. Значит, по форме записи решения немножко есть некоторое отличие от той стационарной формы, записи, которая была там, за счет этой экспонента. мы будем считать, что фазовый множитель в уравнении Шреддингера это не критично, и все равно будем считать, что это волна постоянной амплитуды, постоянной формы. Ну и подставляем в первое уравнение Шреддингера, снова обозначаем вот эту величину буквы x, получаем при дифференцировании фазового умножителя у нас получится а по времени, да, минус и на и даст единицу на ню. Следующее слагаемое. Дифференцируем по t амплитуду a получится минус i v групповое a штрих кси. Следующее слагаемое. μ от x не зависит, это просто константа. Поэтому по x она не дифференцируется, остается дифференцировать a, значит, получится плюс i v групповое a штрих кси. И эти два слагаемых сократятся благополучно, и это знак того, что мы правильно выбрали скорость распространения этой волны. Следующее слагаемое. Да, я забыл описать, я везде не пишу вот эту самую e в степени минус и ню t, этот фазовый множитель будет общим. Так, значит, вот это слагаемое 1,2 v групповое со штрихом умножить на a два штриха по кси минус минус альфа а в кубе равняется нулю. Значит, а в кубе, потому что здесь будет 1 1 е в степени минус и ню t, а здесь этот фазовый множитель единица. Итак, значит, это очевидно нулю не равно, значит, остается следующее уравнение. Одна вторая v групповой штрих а2 штриха плюс ню на а минус альфа а в кубе равно нулю. Альфа – это параметр. Значит, у нас раньше это было минус вот здесь альфа, я думаю, что это будет ну, неважно. Значит, поскольку, вот скажем, если говорить про волны на воде, Захаровский, там альфа – это просто параметр, который выражается через какие-то совершенно неэлектродинамические штуки, то есть к чистоте это не имеет отношения. Вот. В данном контексте альфа – это просто какая-то константа, которая характеризует это уравнение. Так же, как и vg-штрих и vg и так далее. Так, значит, вот это уравнение мы будем решать следующим образом. Значит, поделим все на v-групповой штрих и значит, увидим, что это уравнение похоже на уравнение ньютона для материальной точки. То есть, ну, такое а2'а кси кси пополам а допустим. Значит, плюс ню 2 ню на vg штрих а минус 2 альфа на vg штрих а куб равняется нулю. Значит, вот это как будто ускорение, а это, значит, тогда минус сила. Да? Значит, и решать можно так же, как с уравнением ньютона, то есть, найти закон сохранения энергии. Вот для этого шарика, двигающегося к потенциальному поле, для этого домножим на а-штрих кси и проинтегрируем по кси. Значит, а-штрих кси а2'а кси кси это все равно, что производная по кси вот а-штрих в квадрате пополам, да? то есть, это будет а-штрих кси в квадрате пополам плюс значит, а умножить на а-штрих кси это все равно, что производная от а в квадрате пополам. Значит, будет ньют на в г-штрих на а в квадрате минус 2 альфа. А здесь, соответственно, а в кубе а-штрих кси это будет все равно, что одна четверть от а в четвертой штрих кси. Правильно? Значит, вот эту одну четверть сюда загоняем на 4 в групповой штрих а в четвертой равняется какой-то в константе интегрирования. Значит, вот как я уже говорил, если к этому можно относиться как к уравнению движения материальной точки, где кси время, то вот это тогда будет законом сохранения энергии. Это кинетическая энергия, а это потенциальная энергия. и сумма кинетическая плюс потенциальная равняется равняется c1, то есть полной энергии. ну и давайте посмотрим, как выглядит, как могут выглядеть эти потенциальные значит, ямы или потенциальная энергия W от A. форма, естественно, зависит от того, какого знака вот эти два коэффициента. значит, первое, прошу прощения, а, ну да, на VG штрих меньше нуля, альфа на VG штрих больше нуля, так, сейчас я ничего вроде поберю, чтобы потом не да, вот такой вот случай рассматриваем. значит, выглядит он так, как парабола идет вниз, а при больших A она выглядит, как четвертая степень и идет так, только вот здесь вот надо мне, чтобы она вверх пошла, тоже меньше нуля, идет вверх. этот случай мне интересен, потому что он соответствует как раз тому варианту, когда есть самосжатие волновых пакетов. вот, и теперь вот на этом графике я могу понять, как выглядит решение. значит, я, как я говорил, значит, это, по сути дела, закон сохранения энергии для материальной точки вот в такой потенциальной яме. Значит, что мы можем тут устроить? Во-первых, мы можем этот шарик положить вблизи дна ямы, тогда он там будет болтаться на каком-то уровне W равное ε. И можно понять, как будет выглядеть решение. Значит, вблизи дна значит, А. Что? ε на c1. Да, да, да. ε на c1. Тогда он же не будет болтаться на другие и просто лежать на месте. Ну, да. Если... Так, сейчас. Какая-то поправка, видимо? Нет. Кто сказал, что дно совпадает с этой самой... Вы не правы. Значит, да, днище. Вот. Вот что это за точка и какая там глубина этой ямы? Почему вы решили, что она равна ε? ε – это константа. Какая-то, которую я сам задал руками. Она вот к этим коэффициентам отношения не имеет. А дно ямы определяется этими коэффициентами. Давайте посмотрим, что это, чему равно а вот в этих точках. В этой точке w должно обращаться в 0. Вот откуда находится, что а в квадрате равняется 2ν поделить на α. Значит, поскольку они оба меньше нуля, то это значит больше нуля, все правильно. Значит, это вот корень из 2ν поделенная на α. А в этой точке производная w по А должна обращаться в 0. Значит, производная w по А или сила – это вот эта величина. там все то же самое. Значит, отношение этих коэффициентов корень А квадрат будет равен μ поделенной на α. Значит, вот эта точка то же самое, только в корень из 2 раз меньше. ну и соответственно, любопытные могут найти и дно этой самой ямы. А здесь я хочу нарисовать А от ξи. Вот если я точно попал в эту самую на дно ямы, то у меня будет константа. А будет равно вот этому вот значению корень из ν поделить на α. и будет равна константе. Точно. Значит, если я взял ε повыше, то есть другую константу c1, другие начальные условия, то А будет колебаться вокруг вот этой точки, корень из ν на α, будет совершать какие-то гармонические колебания, которые можно найти. Значит, эти решения на самом деле мы искали в задаче о самофокусировке. Там мы линеаризовали как раз вблизи вот этой точки задачку о самосжатии, прошу прощения. Вот. Однако сейчас нас интересует решение более нелинейной, так сказать, то есть с сильно изменяющейся формой. То есть я могу брать ε, вот эти начальные условия или энергию колебания этого шарика с увеличивающейся амплитудой, все больше и больше, ближе к ε, равной нулю. Как тогда будет меняться форма вот этой вот, форма этого графика. Давайте вот вот это вот сюда куда-нибудь подойдем почти к нулю. В чем это будет выражаться? Это будет выражаться в том, что у нас максимальное отклонение А будет стремиться вот к этому значению в корень из двух раз больше. Это верхняя граница. граница будет стремиться к нулю. Теперь у меня цель является нарисовать функцию А от КСИ, где КСИ играет роль времени. Значит, отражение от верхней границы будет примерно так же, как и от параболического потенциала, но немножко более крутой в четвертой степени стенка. Но тем не менее никаких особенностей поведения решения вблизи А на этой штриховой линии нет. Штриховая линия соответствует вот этой точке. А равный нулю соответствует вот этой точке. А здесь у нас очень гладкий горб пологий. Значит, как вы знаете, в таких случаях шарик будет закатываться сюда очень медленно и проводить много времени вот вблизи вот этой точки, потому что здесь маленький угол наклона. И ускорения соответственно мало у этого шарика. Значит, как будет выглядеть решение? Вот, допустим, вот эта верхняя часть этого колебания. пошла она вниз и тут застряла на долгий период времени вблизи нуля. Потом отразилась все-таки, пошла обратно, быстренько отразилась от верхнего уровня, снова пошла вниз, пошла дальше и повторяется. То есть колебания периодические, но они стали анагармоническими. отражение вот здесь быстрое, вот здесь медленное. Вот такие повторяющиеся всплески, разделенные периодом с плоским каким-то интервалом, в котором очень медленно меняется значение функции, называются кноидальными волнами. Кноидальное в принципе существует аналитическое выражение, но оно довольно сложное и смысла его писать нет. Значит, ну и наконец вырожденный случай, это случай, когда ε точно равно нулю. что тогда происходит? Значит, если ε точно равно нулю, то шарик наш должен закатиться на плоскую вершинку. Значит, и такое закатывание на плоскую вершинку происходит за бесконечное время. Вот, следовательно, нас может интересовать такое решение, когда вот он отсюда скатился, докатился до сюда и закатывается обратно. То есть бесконечно долго скатывался, это значит, что Си было равно минус бесконечности, это одна бесконечность и другая бесконечность. А где-то посередине есть правда симметричный, я его немножко плохо нарисовал, вот такой всплеск до величины как раз равный вот этому вот корню из ню на 2а, корень из 2 ню на альфа. И все, да, то есть вот чем больше амплитуда, тем больше расстояние между вот этими всплесками кноидальных волн и в пределе растягивается так, что остается только один всплеск. Собственно, вот это называется целитоном, да, или уединенная волна, уединенная кноидальная волна. Здесь их было много, да, а потом осталась только одна, получился вот этот целитон. Значит, при этом если вспомнить смысл нелинейного уравнения Шриддингера, то это называется целитоном огибающей. То есть на самом деле само поле в этой волне выглядит как-то вот так вот. Вот вот эта функция это а от кси. А от кси это огибающее вот его поле, волнового поля. Ну давайте. Чтобы получить в этой системе рог-вейбс, что нужно сделать, который Захаров исследует? Ну вот значит Захаров исследует конкретную модель, да, конкретные волны на поверхности жидкости. В каком в некотором приближении значит можно ну там после многочисленных упрощений истинной задачи она сводится вот к этому. Да? Когда там все одномерно и так далее. И если считать что вот что все приближения действительно были обоснованными и морские волны действительно являются вот такими вот волнами на глубокой воде, что не совсем верно, потому что там и всякие прочие есть члены, которыми пренебрегли, то тогда можно считать, что вот это вот как раз та самая рог-вейфа и есть. Ну то есть или вот какая-то вот такая одна, то есть всплеск волн большой амплитуды. Но я говорю тут много-много оговорок. Итак, давайте найдем форму этого солитона, исходя из того, что мы знаем уже и здесь записали. Мы должны положить для солитона ε равное нулю. Тогда у нас получится А' Кси в квадрате должно равняться альфа на VG штрих А в квадрате умножить на А в квадрате минус минус ню делить на альфа 2 ню. Так, правильно. Да. Сейчас. То есть я вот это уравнение переписал для случая ε равное нулю, перенеся W направо и разложив там на множители. Теперь я это могу стереть. продолжить. Значит, сделаем преобразование. Обзовем F равное единице на А. Ну, а А тогда равняется единице на F. А штрих кси будет равняться минус F штрих поделить на F квадрат. А само это уравнение после перехода к F будет выглядеть так. F штрих в квадрате равняется альфа на ВГ штрих значит единица на F в квадрате это А в квадрате вот отсюда будет F в четвертой степени из знаменателя здесь будет единица на F в квадрате минус 2 ню поделить на альфа. Или альфа поделить на ВГ со штрихом минус значит вот F квадрат на вот это умножить минус 2 ню на ВГ со штрихом F в квадрате. Значит для этого F уравнение получилось как закон сохранения для гармонического осциллятора. вот ну значит чтобы но только гармонического осциллятора с отрицательной квадратной частоты то есть экспоненциальные будут решения значит чтобы это увидеть давайте продифференцируем вот это по кси выражение и поделим на F штрих значит получим 2 F штрих прошу прощения 2 F 2 штриха умножить на F штрих равняется минус 2 ню на VG штрих умножить на 2 F F штрих F штрих сокращаем получаем F два штриха равняется минус 2 ню на V G со штрихом на F значит смотрим сюда видим что правая часть имеет положительный коэффициент значит это то есть вот эта вот мельчина положительная потому что мы рассматриваем вот этот случай значит F равняется значит A на E в степени капа кси плюс B E в степени минус капа кси или капа равен корень из минус 2 ню на V г штрих значит чтобы получить вот это решение A от кси оно является симметричным причем на плюс и минус бесконечности A стремится к нулю значит F будет стремиться к бесконечности то есть симметричное решение давайте искать и такое чтобы на плюс-минус бесконечности стремилось к бесконечности тогда это естественно взять в таком виде что F равняется какая-то константа A на косинус гиперболический от капо кси следовательно A которая равняется единице на F будет равняться единице на косинус гиперболический кси капо кси и действительно будет похоже на вот это однако мы пока не знаем вот эту константу А с крышечкой чтобы ее найти надо взять это F и подставить туда где мы еще не потеряли вот эту вот константу интегрирования которую мы знаем да надо взять F продифференцировать и подставить сюда получим капо в квадрате А в квадрате на гиперболический синус в квадрате капо кси должен равняться альфа на V групповой со штрихом минус 2 ню на V г штрих умножить на А в квадрате косинус квадрате капо си значит чтобы вот этот косинус превратился здесь в синус из него надо вычесть единицу правильно вот отсюда сразу следует что чему равно А в квадрате должно равняться альфа поделить на 2 ню так ну теперь можем написать А которая равняется единице на F значит это амплитуда F значит амплитуда А будет обратная корень из 2 ню поделить на альфа единица на косинус гиперболический от значит от того КП корень минус 2 ню на VG штрих помножить на КСи минус КСи 0 здесь вот КСи 0 у меня КСи нету но это потому что я ну ладно сюда просто его дописать можно и все это произвольная константа интегрирования тоже при любом КСи 0 удовлетворяются граничные условия значит все хорошо вот значит таким образом получили собственно решение для солитона огибающей да то есть это форма стационарной волны для решения для решения уравнения нелинейного уравнения Шредингера вот но как легко сообразить из вывода значит это не единственное решение нелинейного уравнения Шредингера есть еще разные другие решения которые получаются при другом соотношении коэффициентов просто это наиболее популярное и известное которое называется солитоном огибающей так ну ладно значит третье нелинейное уравнение которое мы еще пока не рассматривали но в скором времени до которого найдем называется уравнение карте вега де вриза значит подобно вот выводу Захарова который говорил что волны на глубокой воде описываются вот таким вот значит уравнением нелинейным уравнением Шредингера если рассмотреть волны на мелкой воде то есть такие волны длина которых больше чем глубина существенно больше чем глубина вот то оказывается что уравнение их описывающее меняется очень сильно в частности в нем сохраняется значит вид гидродинамической нелинейности выглядит оно так ДУПДТ плюс У ДУПДХ это значит характерное для уравнения хопфанелинейность вот а дальше добавляется коэффициент так давайте я другому немножко напишу виноват так вот здесь какая-то константа плюс У ДУПДХ плюс бета Д3У ПДХ в кубе равняется нулю значит предыдущего это отличается только вот этой некоторой константой c которая описывает вот скажем для ну отвечать за скорость звука условно говоря то есть то есть вот это значит уравнение хопфа а здесь какая-то добавка с произвольным коэффициентом бета постоянным это добавка во-первых линейная во-вторых содержит третью производную по х значит и описывает она дисперсию то есть уравнение Картевега Девриза вот это вот уравнение Картевега Девриза значит оно содержит состоит из уравнения хопфа с учетом дисперсии вот скажем звук звуковые волны любой частоты распространяются примерно с одинаковой скоростью да в воздухе а дисперсия это говорит что среда такая в которой волны с разной длиной волны имеют разную скорость да то есть вот разброс по скорости в зависимости от длины волны приведет к появлению вот такого вот слагаемого значит по физике дело значит в уравнении хопфа у нас происходит опрокидывание фронта волны и происходит это как раз за счет того что вся эта волна бежит с более или менее постоянной скоростью но если у нас в уравнении с дисперсией начнется опрокидывание фронта волны это означает что в том месте где это опрокидывание есть производная возрастает что значит возрастает производная значит в спектре появляются волны с маленькими длинными волн если мы разложим вот такой опрокидывающуюся волну в ряд фрие то обнаружится что там есть коротковолновая составляющая если эта коротковолновая составляющая обладает другой скоростью по сравнению распространения по сравнению с основной волной из-за дисперсии то она у нас начнет отставать или там опережать основную волну и в результате вот это наш опрокидывающийся фронт расплывется то есть дисперсия точно так же как и диссипация в уравнении Бюргерса может противостоять гидродинамической нелинейности вот собственно вот в этом и состоит суть вот этого уравнения коротковега де фриза значит по вот где в природе встречаются эти волны на мелкой воде вот одним из таких характерных примеров это сели какие-нибудь которые сходят с гор да вот там возникает значит вот аналог этого уравнения ну правда если значит жидкость вязкая там какие-нибудь булыжники то тогда в этом уравнении надо будет еще учитывать вязкость в правой части о чем мы будем говорить позже вот а сейчас мы конечно полностью не успеем его решить но можем приступить по крайней мере то есть давайте поищем тоже стационарные волны уравнение карты вега дебриза значит будем искать у в виде f от x минус чтобы какой бы буквы опозначить скорость распространения ну давайте такой вот скорость c со шляпкой x минус ct будем такую искать подставим значит dp dt приведет к появлению минус c будет минус c умножить на на вот ряд зря наверное тут написал букву f давайте ее буквы у и оставим минус c умножить на u x штрих плюс c без крышечки плюс u на u штрих x это второе слагаемое плюс бета на u три штриха равняется нулю значит так же как уравнение бюргерса значит это уравнение можно проинтегрировать ни на что не умножая да потому что тут всюду производная после интегрирования по кси получим значит минус c умножить на u это из первого слагаемого плюс c плюс прошу прощения c на u штрих кси при интегрировании даст плюс c на u у на u штрих кси после интегрирования даст плюс у в квадрате пополам последнее слагаемое даст плюс бета u два штриха кси на кси равно пусть будет а1 какая-то константа интегрирования значит глядя на это уравнение мы видим что оно похоже на то которое у нас возникало при интегрировании нелинейного уравнения шредингера то есть тоже вторая производная по кси и какая-то функция от u говорит нам о том что это можно представить себе как движение какого-то материальной точки под действием вот этой силы которая зависит только от u то есть под действием потенциальной силы следовательно можем написать закон сохранения энергии превратить это все в закон сохранения энергии путем домножения на u штрих кси и тоже интегрирование под икси умножаем на u штрих кси интегрируем значит здесь будет минус с на u в квадрате пополам здесь то же самое поэтому будет такая первые два слагаемых дают вот это следующее слагаемое нам даст плюс u в кубе на 6 значит u2 штриха умножить на u штрих проинтегрировать это будет все равно что u штрих в квадрате пополам значит плюс бета на u штрих кси в квадрате пополам равняется a1 умножить на u плюс a2 a1 и a2 это какие-то произвольные константы интегрирования так кажется это звонок поэтому давайте на этом остановимся и продолжим на следующей лекции штрих